Гневные комментарии матерей появляются каждую секунду. Угрожают протестами. Более 10 тысяч человек одновременно смотрят выступления министра образования края. Решение продлить каникулу до 16 ноября понравилось далеко не всем. 280 тысяч школьников еще неделю будут сидеть дома. Максим Костенко объясняет, нужно подумать об учителях. Наконец, первой четверти пришли к тому, что в некоторых школах, чисто физически, было сложно замещать учителей, которые находились на лицке нетрудоспособности, то есть болели и лечились. В дальнейшем Минобор дает школам право самим решать, в каком формате учиться, учитывая процент заболевших детей. Либо это будет дистант, либо очный формат, либо гибридное обучение. Неделю будем работать с директорами школ, с муниципалитетами, с тем, чтобы каждая школа к 16 ноября для себя определила свой режим работы с 16 ноября. Это решение накануне приняли на заседание оперативного штаба. Виктор Томенков поинтересовался у специалистов, когда мы можем рассчитывать на спад инфекции. Ведь все ковидные госпитали края продолжают работать в напряженном режиме уже полтора месяца. Новая коронавирусная инфекция, она сейчас встраивается в респираторной инфекции. В обычное время респираторная инфекция мы укладывались в течение шести недель в этот эпид-процесс. То есть две недели росли, одну-две недели стояли на высоких цифрах и одну-три недели снижались. Возвращались к эпид-порту, например, да? Это новая инфекция, естественно, в эти шесть недель не укладывается. Я пока понимаю так, если анализировать только формальную часть вопроса, а именно все официальные цифры статистики, то ситуация продолжает ухудшаться. Боюсь это даже проговаривать, но какая-то стабилизация отмечается. На этой неделе в Минздраве заметили некую стабилизацию и в работе скорой помощи. Количество обращений снизилось, быть может и потому, что люди уже просто потеряли надежду дозвониться туда. На сегодняшний день мы обслуживаем все вызова и наметилась легкая, надеюсь, легкая тенденция к снижению числа вызовов с пневмониями и с ОРВИ. Мы теперь не переносим на следующие сутки. Так теперь скорая помощь работает, да? Как раз таки, чтобы закрепить первые успехи, Оперштаб и принял решение продлить каникулу, как одну из мер. Также прозвучало предложение запретить несовершеннолетним посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Это решение должны принять в ближайшие дни. Ирина Корчагина, День с толком.